Адвокат Романов высказался, что Лобода не может избавиться от недвижимости в России. Она не сможет продать элитную недвижимость на территории России. Существует указ президента номер 81, рецептицирован в марте 2022 года. Согласно ему, сделки с недвижимостью при участии нерезидентов из недружественных России стран должны согласовываться с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это правило распространяется на людей из государств, ведших какие-либо ограничения в отношении Москвы. При этом иностранные граждане могут продавать квартиры и дома в российских городах через посредников, то есть доверенных лиц. Однако получить разрешение от комиссии – это непростая задача. Алена Водонаева отреагировала на слова Лободы о неправильном пути развития России. Что после 2014 года Лободу всё устраивала, и она зарабатывала в России. А сейчас вдруг перестала для неё быть на правильном пути. Значит, всё было нормально, она зарабатывала, получала гонорары, рекламные гастроли, контракты. Была наставником в шоу «Голос». Всё её устраивало. А теперь вдруг нет. Сейчас она обосновалась в Латвии. У неё квартира в Юрмале. И есть ещё в Риге квартира. Так что живут они теперь в Риге. И Юрмале. И туда, и туда ездят. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете много интересных новостей, что происходит в нашей стране и за рубежом. Под роликом есть расчётный счёт. Прошу, кто может, спонсируйте канал. Все зарабатывают. А монетизацию YouTube отключил. Поэтому мне тоже надо как-то зарабатывать. Под роликом есть расчётный счёт. Все, кто хочет, кто может, присылайте денежки. Буду всем благодарна. Спасибо.